Спасатели замеряют лед в Аби на сегодняшний день. Это около 15 сантиметров. При такой толщине льда и не сильно большой минусовой температуре, количество рыбаков на льду не должно превышать 9 человек. И это на 100 квадратных метров. Кроме того, на ранних этапах замерзания толщину льда лучше определить уж точно не на глаз. Менее 10 сантиметров лед, он достаточно опасен. Возможно, под снежным покровом, под промоями, которые днем у нас плюсовые температуры, вода стекает, могут образоваться полыньи. Лед еще недостаточно сформировался, он только сформировался на закрытых водоемах, закрытых протоках, в которых нет течения. Для более точного мониторинга на реке работает беспилотная авиасистема, коптер в подмогу спасателям. Можно легко обнаружить рыбацкие палатки у берегов водоема и увидеть, сколько желающих порыбачить на льду. Такая работа проводится на регулярной основе. Обязательно объезжаем все возможные места массового выхода рыбаков, фиксируем эти места, если такие у нас подтверждаются. Соответственно, оформляем их и ставим на контроль. В дальнейшем уже берем на контроль до самого разрушения льда. Единая цель подобных рейдов – предотвратить трагедии, которые связаны с провалом людей под лед. В этот день спасатели еще раз напомнили любителям подледного лова о самых простых, но жизненно важных правилах. Называй это тонкий лед. Но он уже не тонкий, он уже 12 сантиметров. Где-то да, так и нет. А выходите, на лед выходите с самого первого льда? Нет. Нет? То есть более или менее, когда 10 сантиметров установится, тогда выходите? Да, конечно. В свою очередь спасатели отмечают, даже несмотря на наступление зимних холодов, лед еще не окреп и выход на водоем может закончиться весьма трагично. Мария Костолева, День с толком.